На прошлой лекции мы с вами остановились на том, что стали искать решение в виде стационарной волны уравнения Картевега-Девриза. Вывод этого уравнения, которое описывает распространение волн на мелкой воде, занимались на семинаре на прошлом, и некоторые будут еще заниматься на следующем. А сейчас мы просто исследуем само уравнение и как выглядят решения этого уравнения, что они обозначают. Итак, уравнение было записано в следующем виде. Ду по ДТ плюс У плюс С Ду по ДХ плюс бета Д3У по ДХ куб равняется нулю. Искали мы решение в виде У, которое зависит от Х минус… Забыл, как была обозначена у меня скорость С. С с черточкой Т, да, спасибо. Так, и подставили, получили выражение в виде У с индексом Кси. Вот эта вся комбинация у нас обозначалась Кси. Значит, У штрих Кси умножить на минус С с крышечкой. Кси плюс У плюс С умножить на У штрих Кси – это второе слагаемое. Плюс бета на У штрих 3 штриха Кси, Кси, Кси равняется нулю. Значит, здесь я должен сделать замечание. Значит, если я заменяю У на У плюс любую константу А, то решение остается решением. То есть вот в этом уравнении добавка к У любой константы ничего не меняет, потому что каждая слагаемая остается равна нулю от константа. И здесь то же самое. То есть если я продифференцирую А по любой переменной, по Кси будет ноль, соответственно, все удовлетворяется. То есть просто вот мы имеем в виду, что такие замены допустимы. И продолжаем. Значит, продолжаем следующим образом. Интегрируем один раз по Кси это уравнение. Получаем У минус С с крышечкой У плюс С вот это тоже на У плюс У в квадрате пополам У на У штриха Кси проинтегрированная плюс бета У два штриха Кси Кси равняется константе, по-моему, я ее обозначал А1. Значит, вспомнили, что это уравнение похоже на уравнение движения материальной точки под действием вот такой силы, которая зависит только от У. В этом случае есть закон сохранения энергии, который получается умножением этого уравнения на У штриха Кси и очередным интегрированием по Кси. Получается следующее. Бета У штриха Кси в квадрате пополам. Это вот от этого. После умножения на У штрих Кси интегрирование плюс вот это два слагаемых подобных. Тут одна константа, тут другая константа, поэтому я ставлю С минус С с крышечкой пополам умножить на У в квадрате. То есть я сразу вынес вот эту скобку, ну и проинтегрировал У на У штрих Кси, получается У в квадрате пополам. Следующее слагаемое – это вот это. при умножении на У штрих Кси интегрирование останется У в кубе на 6. Значит, и правая часть будет А1У плюс А2. Так, по-моему, где-то на этом месте мы остановились. Итак, первая слагаемая играет роль кинетической энергии, а вот это всё – потенциальная энергия и сумма этих двух величин. Для того, чтобы оперировать в дальнейшем, давайте немножко упростим это выражение, а именно обозначим вот эту разность С минус С с крышечкой. Обозначим буквой Альфа по определению. И второе сделаем. Вот эту А1 положим равной нулю. Значит, почему мы можем это сделать? Вот пользуясь вот этим сдвигом. Да, то есть всегда можно выбрать за счёт системы отсчёта. То есть сдвига вот этого У в У плюс А. Ну, действительно, смотрите, если я добавляю какую-то константу У, то здесь у меня добавятся вот эти самые константы. И можем линейное слагаемое выкинуть. Значит, по сути своей, что это такое? Так. Ну ладно, давайте вот это вот обзовём словом, если это кинетическая энергия, то вот это должна быть энергия потенциальная. Такая интерпретация годится, если β больше нуля. Ну давайте таким пока случаем и ограничимся. Если β меньше нуля, то можно всё, ну, знак поменять, тогда всё будет наоборот. Так. Значит, β больше нуля. И рисуем потенциальную энергию W. Потенциальная. W потенциальная будет вот какая. Это будет У в кубе на 6 плюс альфа У в квадрате пополам минус А2. А сама энергия должна быть равна нулю. Суммарная. Сумма кинетическая плюс потенциальная. Значит, как выглядит график вот такой функции. Ну, во-первых, при больших У всё определяется первым слагаемым, которое, значит, даёт нам какую-то вот такую зависимость растущую. Дальше, поскольку энергия у нас равна нулю, то этот график должен опускаться ниже нуля, чтобы у нас были какие-то связанные состояния. А дальше в точке У, равная нулю, производная от этой W потенциальной, равна нулю. Вот как раз благодаря вот этому выбору. А1, равную нулю. То есть, на самом деле, вот здесь вот У у меня, я просто сдвину... Вот этот вот выбор означает, что я график потенциальной энергии сдвинул таким образом, чтобы у меня вот здесь всегда был максимум какой-то. В принципе, это, конечно, зависит от знака альфа, максимум тут или минимум, да? То есть, может быть, и вот такой какой-то вариант. Но... Ну, ладно. Потом обсудим. Так. Ну, все равно до этого дойдем. Значит, график выглядит примерно вот таким образом. Значит, вот этот случай, когда здесь максимум соответствует очевидным образом, альфа должно быть меньше нуля. тогда получается вот такое связанное состояние при апсилонаравной нулю, да? То есть, уровень энергии в этой потенциальной яме у нас соответствует точно равной нулю. и мы можем анализировать, какие решения могут получаться в зависимости от параметров путем варьирования вот этой вот постоянной а2. да, если я меняю а2, апсилон у меня все время такое же, но зато добавляя какую-то константу к своей потенциальной энергии, я весь этот график могу поднимать или опускать. Правильно? То есть, вот это вот есть некоторая константа, которая определяется начальными условиями. Ну и в зависимости от этого весь график меняется. Значит, самый предельный случай, когда самая большая возможная а2, значит, я его поднял вверх, так что он стал касаться. Значит, вот этот случай 1. Случай 1. Решение – это просто одна точка, соответствует, уравняется константа. Просто течение. Значит, вот этот случай, который жирной кривой, пусть он будет в случае 2, и описывается решение в виде почти гармонических колебаний, потому что эта потенциальная яма похожа на параболу вблизи своего дна. Надо сказать, что вот эту константу можно выразить через параметры нашего W. Почему? Потому что эта точка соответствует минимуму, значит, тут производная равна 0. Если я продифференцирую, я получу U0 в квадрате пополам плюс α0 равно 0, следовательно, U0 равно 2α. Правильно? То есть вот эта точка равна 2α. и при этом графике у меня здесь минус 2α, прошу прощения. И α у меня, соответственно, меньше 0, поэтому это все согласуется. значит, почти гармонические колебания вблизи точки U0 происходят, да? То есть так же, как у нас было решение линейного уравнения Шредингера, тоже была какая-то константа в виде предельного случая, около нее были возможны гармонические колебания, здесь абсолютно то же самое. Константа, конечно, другая, но, тем не менее, решение очень похожее. Значит, дальше, изменяя константу А2, мы можем упустить наша потенциальная функцию для потенциальной энергии в положение 3. тогда решение будет вот отсюда вот досюда колебания происходить. и так же, точно как в случае с нелинейным уравнением Шредингера, вот в этой точке решение будет обладать особенностью, потому что наша изображающая материальная точка, вот здесь будет она отскакивать от этого края ямы довольно быстро, проскакивать вниз, но вот сюда она будет вкатываться бесконечно долго и скатываться тоже с этой точки она будет бесконечно долго. Поэтому зависимость У от КСИ для такого решения будет уходить от плюс до минус бесконечности по КСИ на единственном колебании. Поэтому это опять получится селитон, то есть один единственный всплеск на бесконечном расстоянии по КСИ. вот давайте подумаем чему равно там А2 и как это все значит как это решение выглядит если мы вот таким образом упускаем. Значит это соответствует А2 равное нулю. Правильно? То есть 3 решение А2 равно нулю. Следовательно W потенциально равняется У в кубе на 6 плюс альфа У в квадрате пополам в чистом виде. вот и вот эта вот точка давайте ее обозначим У Макс Максимальная отсюда находится то есть эта точка соответствует W равной нулю соответственно У Максимальная должно быть равно минус 3 альфа. Ну а минимальная конечно равна нулю. Так теперь как выглядит решение. Значит по мере того вот это вот у нас У это Кси значит по мере того как я вот эту А2 приближаю к нулю. Из таких гармонических колебаний волна становится вот такой где-то вот здесь находится предельное значение минус 3 альфа максимальная эти всплески так же как и в случае с уравнением нелинейным уравнением Шреддингера называются кноидальными волнами но они очень похожи хотя формула для них которую можно найти путем довольно сложных вычисления она другая но тем не менее значит по форме похоже поэтому название такое же значит кноидальные волны ну и наконец предельный случай целитона значит при кси равное минус бесконечности кси соответствует времени колебания этого шарика при кси минус бесконечность он стоит здесь потом сваливается доходит до сюда в какой-то момент времени т ноль а потом возвращается обратно ну вот соответственно стоит в нуле это значит там бесконечно маленькое значение у это кси это у это кси потом в какой-то точке совершает всплеск и снова стремится к нулю ну и естественно вот это как раз точности равно у макс его максимальное значение и решение для солитонное решение выглядит следующим образом значит равняется значит минус 3 альфа но это величина положительная у меня поделить на гиперболический косинус в квадрате от корень из минус альфа на 4 бета умножить на х минус ct минус с 0 на семинарах можно будет проверить или вывести эту формулу сейчас я ее просто даю в качестве как данность значит понятно что вот это решение оно отличается от того решения которое мы нашли для солитона в нелинейном уравнении Шреддингера отличается оно вот такой вот этой двоечкой конечно и значениями этих констант вот там был единица на косинус гиперболический а здесь единица на квадрат гиперболического косинуса вот а в остальном все то же самое такой же значит качественно выглядит тоже как всплеск значит вот сюда в это решение входит величина альфа посмотрим что такое вот это альфа то есть надо наш анализ еще завершить потому что кое-что мы считали произвольными заданными константами а на самом деле они таковыми не являются что вот это такое за альфа это разница между скоростью распространения этой нашей стационарной волны и той константой c которая входит в уравнение значит если уравнение линеаризовать то получится значит линейные волны какой-то дисперсии причем c это фазовая скорость линейных волн фазовая фазовая скорость длинных волн линейных вот это а вот это скорость этой самой волны нелинейной которую мы нашли до c стационарной и что у нас получилось у нас получилось что альфа меньше нуля значит если бета больше нуля то мы получили альфа меньше нуля следовательно c больше чем c с крышечкой больше чем c то есть вот эти все наши волны которые мы нашли обладают сверхзвуковой структурой то есть это сверхзвуковые волны в том числе и солитон вот теперь что делать если у нас бета другого знака если бета другого знака то мы можем изменить знак у одновременно с изменением знака бета да то есть вот допустим где-то бета меньше нуля заменим в том уравнении которое тут написано одновременно бета на минус бета у на минус у что получится значит это урав останется того же знака правильно бета на минус бета то есть будет вот давайте перепишу вот эту замену делаем получим ду пдт со знаком минус потому что я поменял у на минус у плюс минус у плюс c ду пдх так минус прощение вот это поменяла знак и здесь поменяла значит а здесь будет плюс бета д3у пдх куб равно нулю так ладно что-то я заработал за следующий раз расскажу что делать в этом случае а сейчас пойдем дальше будем считать чтобы это больше нуля больше нуля альфа меньше нуля и все так и есть можно все свести так сказать предыдущим решением просто будет значит в другую сторону этот целитон то есть тут он целитон всплеска вверх а можно сделать чтобы он был вниз только все путем путем замены замены всех знаков этого можно добиться вот ладно значит следующий параграф называется вот это было уравнение карты вега де вриза а следующий называется бестолкновительные ударные волны суть суть заключается в следующем что давайте мы напишем это самое уравнение карты вега де вриза который описывает волны на мелкой воде но еще и вспомним что вода бывает вязкая тогда сюда надо добавить такое же слагаемое как уравнение бюргерса которым мы как раз эту вязкость и учли да то есть здесь должно стоять ню д два у пдх квадрат значит вот это вязкое затухание то есть распространение нелинейной волны в соответствии с уравнением хопфа дисперсия которая предотвращает опрокидывание но еще плюсы затухания которые тоже может предотвращать опрокидывание но тогда получается ударная волна а тут как бы ударная волна но еще и плюс дисперсия вот вот и можно действовать точно таким же способом как и ранее то есть снова попробуем найти решение в виде вот такой вот волны уровня у от x минус c т и убедиться что такого решения в чистом виде значит значит оно такое решение в чистом виде все равно можно найти да только выглядеть оно будет немножко по-другому чем ударная волна и чем солитон карте вегда вреза будет нечто среднее как это ни странно звучит давайте напишем значит так же как и ранее это первое слагаемое будет минус c на у штрих кси значит плюс у плюс c на у штрих кси плюс бета три штриха кси 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 а вот тут новое слагаемое минус ню на уш два штриха кси кси равно нулю так так же как и ранее интегрируем один раз и смотрим что получилось значит после интегрирования получится c минус c с крышечкой умножить на у плюс у в квадрате пополам у плюс бета у два штриха кси кси минус ню у штрих кси равно нулю а только прошу прощения равно а1 константе и так снова возвращаемся к механической аналогии вот если бы было вот все вот это вот это то что было у нас при расследовании уравнений карте вега дебриза это было бы колебание шарика потенциальной яме а слагаемое вот такого вот типа появляется если у нас кроме того есть еще вязкое трение для этого шарика поэтому значит вот скажем для целитонного решения у нас колебания происходили у кси да вот в потенциальной яме вот такого типа значит если мы к этому шарику добавим трение то траектория шарика в этой потенциальной яме будет выглядеть вот таким образом он будет падать на дно правильно потому что его энергия сохраняться не будет ну и действительно путем умножения все это на у штрих кси я уже не смогу интегрирование я не смогу получить никакой интеграл энергии у меня будет энергия изменяться вот из-за наличия этого члена ну вот таким образом мы можем попробовать построить как будет выглядеть вот такое решение падающие на дно значит левая часть все равна нулю да и соответствующие т-минус бесконечности это скатывание шарика вот с этой вот вершинки но оно конечно будет так же как и для солитона будет происходить очень медленно а при т стремящемся к бесконечности это целитон не целитон это решение должно выйти на какую-то константу причем константа это равна 2 минус 2 альфа да это точка была минус 2 альфа а вот это была точка равной нулю значит не т прощение вот это кси да а здесь я тоже неправильно нарисовал по вертикали у меня дубль в энергия а вот здесь у меня вот так вот теперь у и кси значит у меняется от нуля значит вот здесь решение такое похожее как было у нас с солитоном постепенно растет доходит до максимума который однако чуть чуть ниже чем величина минус 3 альфа после чего падает вниз так же как на солитоне но не доходит до нуля а отражается вверх потому что попала она вот сюда уже не на горку вкатывается здесь следующее колебание похоже на кноидальную волну отражается на еще большей высоте дальше выходит на какие-то линейные колебания и на константу это качественная картина конечно вот значит все все вот это вот решение приводит к тому что значение у меняется от нуля до какой-то константы ясно что равна минус 2 альфа при этом альфа это параметр который говорит насколько сверх звуковым является данное решение то есть это скорость звука а это скорость решения чем больше модуль альфа тем быстрее бежит это ударная волна но вот профиль ударной волны он не похож на то что было для слабой ударной волны без дисперсии для слабой ударной волны без дисперсии у нас был какой-то медленный такой вот переход да по гиперболическому тангенсу безо всяких колебаний а дисперсия приводит к появлению вот таких вот осцилляции на этом фронте которая забрасывает значит отклонение примерно в полтора раза выше чем установившийся установившийся уровень перепада вот этой причины такое название бестолкновительная ударная волна оно пришло из астрофизики ну и физики плазмы значит когда поток солнечного ветра набегает на какое-то препятствие то значит вот эта вот скорость солнечного ветра набегает на препятствие и значит получается ударная волна при этом значит уравнение для ионного звука нелинейного ионного звука в плазме описываются значит уравнением тоже картовега-девриза в некотором приближении так еще что можно рассказать про солитоны уравнение картовега-девриза что значит первое то что это вещь сверхзвуковая причем чем больше скорость тем больше амплитуда это связь можно просмотр увидеть из решения вот там видите альфа стоит в качестве амплитуды всплеска амплитуда всплеска минус 3 альфа поэтому соответственно чем больше амплитуда тем быстрее движется данная данная стационарная волна вот и солитоны картовега-девриза обладают несколькими забавными свойствами например они могут проходить друг сквозь друга и так сказать не замечать то есть если справа бежит один солитон слева бежит другой солитон то через некоторое время когда им они смогут они просто проходят друг сквозь друга значит сюда бежит большой сюда бежит маленький так точно такой же вот будто ничего не произошло значит кроме того если взять какое-то начальное возмущение давления и посмотреть как она эволюционирует с течением времени то выясняется что ну не давление прошу прощения скорости у да вот у от x начальная при t равном нулю выясняется что это начальное возмущение разбивается на солитоны на последовательность солитонов значит уменьшающиеся амплитуды и какой-то так сказать мелкий дребезг уже звуковой волны значит значит впереди бегут самые большие а потом значит уменьшающиеся потому что самые большие обладать самой большой скоростью то есть вот это существует метод точного решения уравнения карте века рт вега дэври за методом обратной задачи рассеяния решается это уравнение вот ну и как я говорю начальную задачу можно решить выглядит она таким образом ее решение то есть начальное возмущение разваливается на совокупность солитонов и значит мелкие звуковые волны малые амплитуды звуковые значит двигающиеся скоростью c да почти почти c а значит эти вот все сверхзвуковые убегающие это при t не равном нулю да это u от x при t больше нуля ну наверное его надо сдвинуть туда направо потому что понятно что все волны бегут значит наверное x минус ct надо написать тогда это будет более более правильно можно в реальных условиях получить солитон на мелкой воде просто мелкая вода ездит почти везде значит вот точно солитон получить нельзя потому что если вы берете мелкую воду то как как правило мелкомасштабный эксперимент заставляет вас работать с реально мелкой водой да и там срабатывает вязкость а в дно все это трется вот поэтому значит вот похожие на солитон решения при набегании потока мелкой воды на препятствие вы можете наблюдать в ручейках то есть вот если вода бежит по асфальту там лежит какой-то камень значит вот за препятствием похожи такие вот всплески так сказать ну как бы несколько волн уменьшающейся амплитуды там можно наблюдать но насколько это можно интерпретировать как солитон это это вопрос дискутируемый потому что там есть всякие прочие обстоятельства вот но значит безусловно тема солитонов была очень актуальна так лет 10-20 назад и конечно же получали это все и на воде и во всех прочих значит средах в которых более-менее можно этот картовек реализовать но для того чтобы был солитон в чистом виде это конечно надо специально подобранные условия потому что иначе возникают прочие превходящие соображения типа вязкости там какие-то капиллярные явления тоже все это меняют и так далее тот момент когда я взялся делать там всякие замены переменных значит симметрия такая если бета заменить на минус бета у заменить на минус у с на минус c а x на минус x значит уравнение останется точно таким же то есть если поменять вот эти знаки то уравнение остается то есть смотрите значит если у нас бета больше нуля то солитон с у больше нуля возможен если бета меньше нуля то возможен солитон бегущий в обратную сторону су меньше нуля да а вот солитонов другого знака чем бета не бывает вот такая вот ситуация так ну ладно значит следующий параграф называется вихревое движение жидкости вот эти все солитоны и волны на мелкой воде описываются безвихревым движением вообще это одномерное движение по своей сути вихревое оно по меньшей мере двумерное всегда и основана вот вся эта наука вихревом движении жидкости на теореме Томсона которую вы конечно проходили на третьем курсе и выглядит эта теорема так что если мы возьмем внутри жидкости текущий идеальный значит жидкости жидкий контур это означает проведем какой-то контур в начальный момент времени и покрасим все капельки на этом контуре там розовым цветом дальше это все будет течь контур этот как-то будет меняться но проходить я проводить я его буду через те же самые капельки да то есть это называется жидкий контур значит теорема Томсона циркуляция скорости ВДЛ по жидкому контуру равняется константе значит в идеале в течение в любви значит это все верно теорема это верна для течения идеального идеальной зонтропической жидкости значит зонтропическая это означает что эта жидкость значит в каждой точке в каждой капле плотность энтропии одна и та же в начальный момент времени тогда она останется такой же и во все остальные моменты времени потому что в идеальной жидкости значит энтропия переносится вместе с веществом вместе с веществом там ДСПДТ равно нулю да это напоминание того что вы уже знаете еще одну вещь важную которая не говорится на третьем курсе что у нас это называется теорема Томсона а вот в англоязычной литературе которые казалось бы должны следовать такому же обозначению почему-то называется теорема Кельвина но не суть важна важно что теорема это выполняется и следствие этой теоремы называется теоремой Гельмгольца значит три следствия у нее первое это что завихренность постоянно вдоль линии завихренности сейчас что такое завихренность я скажу вихревые линии замкнуты или кончаются на границах этой самой идеальной жидкости третье ну вот вихревые линии линии завихренности это одно и то же вихревые линии замкнуты третье если в какой-то значит капле жидкости завихренность равна нулю то она там и останется равной нулю в капле значит на самом это являются следствием вот микроскоп следствия вот это вот для какой-то конкретного контура написано а эти следствия получаются если мы этот контур начинаем сжимать в точку это завихренность ротор скорости значит вот этот интеграл по контуру всегда можно переписать как интеграл по поверхности натянутый на этот контур от ротора от ротора на ДС правильно по теореме о циркуляции вот это как раз и есть та самая завихренность а ДС это любая поверхность натянутая вот на этот контур который этот контур замыкает теперь представим себе что мы стягиваем этот контур в точку в какую-то вот и тогда в этой точке значит как раз будут выполняться вот эти вот условия вот смотрите стянули контур в точку и сказали что а там циркуляция значит вот из-за того что там завихренность в момент времени Т равная нулю была равна нулю да вот это W равно нулю значит циркуляция равна нулю да вот вот по какому-то бесконечно маленькому контурочку проходящему через соседние капельки значит вдоль линии тока вдоль линии течения жидкости эти все капельки переносятся вместе вместе со своим контуром получается следующее что если здесь ротор В был равен нулю то он и останется равный нулю везде потому что этот как был бесконечно малый контур так и останется и эта формула все равно будет верна правильно вот таким образом дела обстоят значит что такое линии завихренности вихревые линии вихревые линии это линии касательные вот к этому вектору W ну и значит выводить остальные следствия этой теоремы гельмгольца я не буду а просто перейду к тому что попробую найти уравнение которое описывает эволюцию завихренности во времени вот этой вот W значит то есть теорема Томпсона это какое-то интегральное соотношение а мы попробуем описывать значит локальное вместо этого дифференциальное соотношение писать как теореме гельмгольца через эту завихренность значит раз у нас жидкость идеальная то должно выполняться уравнение эйлера для этой жидкости родовая ПДТ равняется минус градиент П и более того значит это идеальная жидкость более того значит градиент П поделенный на ρ должен равняться градиенту W где вот это вот другая W без вектора это энтальпия из из энтропич ности то есть S равняется константа если S равняется не константа а какая-то часть жидкости обладает другой плотностью например чем другой плотностью другой температурой чем-то еще то тогда вот этого соотношения не будет а оно довольно важно но можно заметить что большая часть вот этой вихревой теории пишется обычно для жидкости несжимаемой а если несжимаемая то ρо константа и это значит это всегда будет так хорошо вот но для этого требуется что опять же чтобы это ρо было постоянно во всем объеме если у нас часть объема с одной плотностью часть объема с другой то опять значит это все не получится но значит тем не менее значит вот это два исходных уравнения третье уравнение которое сюда я не пишу но вы его все знаете это уравнение непрерывности значит берем это уравнение переписываем будет dv pdt плюс v градиент v равняется минус градиент энтальпии теперь берем ротор от этого уравнения получаем вот что значит первое слага ротор от первого слагаемого ротор и dpdt можно переставлять местами поэтому получаем dpdt от ротора в от первого из первого слагаемого потом берем ротор от в градиента в все равно что ротор от в квадрате пополам минус в на ротор в это векторное тождество вы проходили тоже на третьем курсе ну и можете просто проверить по справочникам то есть в градиент в можно переписать тождественно вот в таком виде это все в градиент в что да вот здесь вот градиент прошу спасибо так и должно это равняться значит минус ротора градиента энтальпии значит ротор градиента всегда равен нулю вот этот ротор градиента тоже всегда равен нулю вот этот ротор в это как раз то самое дубль в с вектором вот этот ротор в это тоже дубль в с вектором и соответственно получаем уравнение для завихренности д дубль в пдт равняется ротору векторного произведения в на дубль в в такое уравнение называется уравнением в мороженности значит что это слово означает почему так называется сейчас скажу сейчас скажу что можно в кавычках написать что это некоторый сленг значит это уравнение подразумевает что вектор дубль в переносится вместе с жидкостью вот что означает в мороженность что как будто мы этот вектор к жидкости припаяли к каждой капельке потом куда капелька потекла туда и этот вектор переносится вот так почему так получается сейчас значит напишу так это все можно стереть пусть у нас течет жидкость и в ней есть две капли находящиеся на расстоянии дельте r радиус вектор 1 и 2 капли пусть вот это капля 1 каплю 2 это r1 это r2 это радиус вектора d по dt от дельта r равняется d по dt от r2 минус r1 просто тождество но d r2 по dt это v2 а d r1 по dt это v1 это собственно скорости этих капель теперь если дельта r мало то эта разница может быть записано через градиенты вот этого поля v от r ну и t конечно значит это раскладывая значит эти две скорость скажем вторую вблизи скорости первой это будет линейная слагаемая будет выглядеть так дельта r умножить на градиент от v ну потому что в разложении ряд в линейном слагаемом разложении ряд тейлора как раз стоит r2 минус r1 а это и есть дельта r разложение в ряд тейлора ограничиваясь линейным слагаемом вот смотрите что мы получили что расстояние между двумя близкими каплями точнее вектор расстояния между двумя жидкими каплями описывается уравнением д дельта r по дт равняется дельта r град v теперь попробуем переписать вот это уравнение в похожих терминах преобразовать к похожему виду если мы сможем доказать что w эволюционирует по такому же уравнению то получится что значит если вектор w соединяет две близкие капли то он между этими каплями как раз вот и в мороженом значит как это можно сделать перепишем правую часть уравнения ротор v на w раскроем ее как говорится по формуле бац минус цап как двойное векторное произведение ротор в на w тождественно значит это с первое слагаем бац да в на дивергенцию w плюс в в град в потому что этот градиент действует и на в и на дубль в и да поэтому надо два слагаемых как производную от произведения в минус цап минус аналогичные слагаемые только с измененным порядком множителей минус в град дубль в в значит это просто тождество опять же векторное тождество которое годится для любых векторов в и дубль в однако мы знаем что дубль в это ротор а дивергенция от ротора просто тождественно равна нулю в нашем случае это равно нулю как дивергенция ротора в какая бы ни была скорость это всегда ноль а остальные три слагаемых ноль не обязательно значит подставим это выражение вот сюда в правую часть и получим дубль в пдт так минус так плюс вот это слагаемое значит плюс в градиент дубль в а остальное оставим справа справа останется дубль в град в минус дубль в на дивергенцию в ну дальше можно когда вам придется это все делать на экзамене действовать двумя способами первый способ как в книжке лотова сказать что давайте вот последние слагаемые выкинем скажем что будем исследовать не сжимаемую жидкость и тогда получим прям сразу то что вот там написано потому что вот эта левая часть это и есть полная производная д дубль в пдт правильно потому что частная произвольная плюс в град в вот ну а мы можем действует немножко более строго сказать что вот это уже похоже на вот это уравнение смотрите только заменить да дубль в на дельта р получится вот это слагаемое и вот это слагаемое но вот это лишнее и как от него избавиться оказывается от него избавиться можно следующим образом если написать такое же уравнение но не для дубль в а для комбинации ро умножить на дубль в диро это плотность жидкости потому что в уравнении непрерывности имеется вот такое же слагаемое то есть рог должно удовлетворять д роб и дт вы прошу прощения давайте сразу вот так напишем д роб и дт с прямыми производными плюс родивергенция в равно нулю это уравнение непрерывности давайте напишем чему будет равно д по дт от ро умножить на дубль в значит это будет равно д роб и дт дубль в снаружи плюс плюс ро на д дубль в по дт правильно теперь д дубль в по дт я возьму из уравнения для завихренности а д роб и дт возьму из уравнения непрерывности рог и ту вот здесь и получу что д д д д д д д д т д д д д д д д т от ро ви равняется в умножить на минус こ а Дивергенция V. Так, сейчас. Не, не сопротивление. Тут будет минус. И тут будет минус. Поэтому... А, сейчас. Да, не сократится. То есть надо на РОД делить, а не умножать. Вот. Если на РОД делить, то здесь будет РОВ в квадрате со знаком минус, а здесь будет единица на РОВ. Вот. Тогда тут будет ДПДТ. Здесь будет минус и делить на РОВ в квадрате. Теперь сократится. Это вот это слагаемое, да? ДРОП и ДТ. Да, РОД дивергенция V. Так. А здесь, значит, следующее слагаемое будет плюс единица на РО и на РОВ в квадрате. минус РОВ на дивергенция V. Ну вот это будет В на РО дивергенция V с плюсом, а это будет с минусом. Соответственно, вот это сократится. Получим уравнение D по ДТ от W на РО равняется W на РО градиент V. Значит, что точно совпадает? Таким образом можно сказать следующее, что вот этот вектор W деленный на РО ведет себя точно так же, как вектор, соединяющий две близкие капли жидкости. Теперь мы можем сказать, как ведут себя вихревые линии. благодаря тому, что мы понимаем, как выглядит решение вот этого уравнения в мороженности. Итак, пусть вот это вихревая линия. Сюда направлен вектор W, а значит W деленный на РО также направлено. то есть линии W и линии W деленные на РО они совпадают на самом деле. Правильно? И то, и другое это вихревая линия. Линия, к которой вектор W касателен. Он может быть разной длины, но важно, чтобы он был касательным. теперь берем две капельки на этой линии. Говорим, что вектор их соединяющий это вектор Δr. и оказывается, что этот вектор Δr и вектор W на РО ведут себя абсолютно одинаково. Это что означает? Что если у нас эти капли куда-то сместились с течением времени, то и вот этот вектор тут был касателен, то есть соединял эти капли, то он и будет их соединять. То есть вихревая линия смещается вместе с жидкостью. Вот что мы получили. Если она проходила через какие-то капли этой жидкости, то она так и будет проходить. Другое дело, что если эта жидкость сжимается и меняет свою плотность, то значит там и будет меняться и расстояние. Представим себе, что две капли жидкости были на таком расстоянии, а потом стали более близкими. Длина вихревой линии сократилась. Если длина вихревой линии сократилась, то в соответствии с этим уравнением Δr сократилась, значит W на рот тоже должно сократиться. То есть когда мы укорачиваем вихревую линию, завихренность уменьшается. Если мы ее растягиваем, то завихренность увеличивается. Почему ее увеличивается? Ну это вот то, что я говорил, это значит на самом деле увеличивается вот эта комбинация W деленная на Ро. если жидкость не сжимаемая, то все относится увеличение и уменьшение точно к W, правильно? Вот, значит, а сжатие или растяжение жидкости все и как целиком тоже можно понять, как отражается на вот этой завихренности. Предположим, что у нас взяли и по всем значит вот там была какая-то вихревая линия у нас в нашей среде, а потом по всем трем координатам все сжали этот объем газа, да? Вот, если коэффициент подобия альфа, то длина силовой линии уменьшилась в альфа раз, а плотность увеличилась в альфа в кубе раз. Правильно? Значит, W уменьшилась из-за уменьшения длины силовой линии, а W на ρ значит уменьшилась еще больше из-за того, что здесь стоит коэффициент этот R в кубе, да? То есть длина силовой линии изменилась в альфа раз, ρ в альфа в кубе раз, значит W так вот это значит вот эта комбинация уменьшилась в альфа раз, да? А это в альфа в кубе, значит W увеличилась в альфа в квадрат раз. Вот это если с плотностью вместе, да? То есть несмотря на то, что при таком сжатии всего вместе у нас всестороннем сжатии нашей жидкости укоротилась вихревая линия, тем не менее завихренность увеличится за счет увеличения плотности. Но это, так сказать, другой разговор. В основном в дальнейшем мы будем говорить о несжимаемой жидкости, у которой роня меняется. Так, ладно. Теперь мы хотим рассматривать некоторые частные решения вот этих уравнений гидродинамики для идеальной жидкости с изонтропическим течением, которые называются вихрями. естественно хочется рассматривать такие решения, которые значит с одной стороны более-менее долгоживущие, потому что понятно, что если мы берем просто перемешивающееся большое количество вихарьков, то получится какая-то каша и мы там не разберемся. Поэтому хочется выделить какие-то структурные элементы вот которые можно называть линейными вихрями. Что это за структурный элемент? Тут мы берем вихревую линию, рассматриваем ее какую-то окрестность и считаем, что вот это вот в этой окрестности, если она достаточно маленькая, значит ее вихревую линию можно считать прямой. Дальше мы ее направляем вдоль оси Z по вертикали и рассматриваем оси симметричные решения по радиусу как частные решения. так давайте вот это у нас радиус будет, а сюда значит все это направлено вихревые линии вдоль Z, а сюда будем откладывать скорость V. Значит если у нас оси симметричное решение, то значит все жидкость там вращается по F. Значит в общем случае вот этот вот кусочек, который мы в малом рассматривать собрались, он конечно движется вместе с жидкостью, куда-то там плывет, но мы переходим в систему отсчета, движущейся вместе вот с этими каплями и там локально рассматриваем, понятно, да, то есть вот такой подход локально вблизи данной вихревой линии, смотрим что может быть. Вот сама вихревая линия стоит на месте и направлена по Z, а жидкость тогда вокруг нее должна вращаться, потому что значит ротор V направлен как раз по этому Z. вот значит естественно на такое движение, если жидкость не совсем идеальная, будет влиять вязкость. Существует два типа распределения вот этого Vφ от R на которые не влияет вязкость. Первое это вращение всего как твердого тела значит это фактически A умножить на R. и второе это C поделить на R. Другая какая-то константа. Значит для этих случаев лапассиан V равен нулю и вязкость не работает. то есть уравнение Эйлера реальной жидкости а не идеальной всегда в правой части есть и есть ню дельта V управлений на Вьёстокс например. И лапассиан вот от таких скоростей которые представлены в виде константы плюс цилиндрическое такое вращение с фитой компонентой скоростью таким образом зависящей от R даёт ноль. Ну почему это так для твердотельного вращения это понятно да потому что всё это сводится к переходу вращающей систему отсчёта а почему вот от этого понятно меньше в меньшей степени но тем не менее понятно вот почему потому что оказывается что если я возьму ротор вот от этого c на R умножить на ефи то этот ротор будет точно равен нулю то есть для такой скорости тут вот W как раз ротор скорости и он будет точно равен нулю везде кроме R равную нулю значит если мы хотим посмотреть как вязкость войдёт и будет влиять на уравнение в мороженности то это довольно просто сюда надо просто дописать плюс ню лаплас W значит желающие могут это слагаемое сами получить потому что по сути дела вот это уравнение это ротор от уравнения Элера если я в уравнении Элера дописываю ню лаплас В то после взятия ротора получится ню лаплас W вот если у нас W равно нулю то и лаплас там тоже равен нулю понятно да то есть вот эта вязкость она не работает если завихренность равна нулю и завихренность не меняется при этом везде кроме вот этого самого точки r равна нулю значит что это за распределение это распределение какого-то вот такого типа вокруг вихревой линии а здесь какой-то кончик который конечно же не может описываться вот таким вот решением потому что там сингулярность значит имеется два типа решений для вихарьков значит первый тип решения это взять и просто сделать плоскую вершинку на размере а это называется модель рынкина значит вихря вфи т при r меньше а равно c на а равно константе значит называется модель рынкина для линейного вихря то есть берем вихрь состоящий как бы из двух подсистем вот это вот ядро этого вихря который соответствует собственно узкой окрестности вихревой линии которая имеет толщину а а снаружи значит есть такие вот как бы крылья у этого распределения скорости которые соответствуют вот такому спаду вфи как единица на r значит второй вариант это взять и честно решить уравнение на въезд токса с вязкостью и посмотреть как там закругляется вот эта вершинка решение это выглядит таким образом если взять гамма циркуляция сейчас я напишу что это за гамму значит единица минус е в степени минус r в квадрате на ню т значит решение на въезд с токса для тонкого вихря вот оно неудобно тем что здесь входит время какой-то параметр то есть в решении на въезд токса я могу создать начальное какое-то состояние вот и потом оно с течением времени будет расширяться то есть вот если мы взяли реальный вихрь в вязкой жидкости то его шапочка постепенно будет опускаться то есть если мы возьмем время t больше чем начальное то она опустится и постепенно будет опускаться однако чем больше время тем медленнее потому что здесь r в квадрате тут t то есть ширина зависит как корень из t но так или иначе вот есть две такие модели мы будем пользоваться моделью Веренкина как более простой что есть какой-то какая-то ширина размера а и снаружи вращающаяся вот по такому закону жидкость значит гамма это циркуляция жидкости интеграл в эфи т на ефи т на дель если я возьму контур на постоянном радиусе то дель будет равняться r на ефи т на дефи ефи т на ефи т это единица интеграл значит будет равен интеграл c поделенный на r умножить на r на дефи от 0 до 2 пи r сокращается остается 2пи c таким образом вот это вот эта модель говорит о том что снаружи от вихревой линии циркуляция скорости постоянно и равна 2пи 2пи до 3пи